а если ты сформулируешь что-нибудь в смысле вопросы чем отличаются молитвы от медитации на самом деле я в свое время занимался буддизмом и даже немножко медитировал с черками с этими занимался этим мантры читал да и пытался позе специально сидеть до лотос у меня дело не дошло там ноги не загнулись так ну можно почти чуть-чуть остался с другой стороны я не знаю как бы у меня опыта прям молитвы такой нету так чтобы это как будто ты знаешь молитва же похоже на медитацию читать им ничто не мешало помолиться он не смог нет и молитвы тоже у меня есть как бы да ну просто есть же такая непрестанная монета особого рода как сказал сказал апостол паре послание да не перестанно молиться такая молитва которая постоянно существует иисусова молитва там еще какая-то молитва некотором отношении как по своей практике они похожи и даже может быть эффект одинаковый потому что иногда например иисусова молитву воспринимают как просто с христианского рода медитации и надо очень много раз прочитать и это допустим осы деревня отцы учат с тем что надо эту молитву с дочего осуществлять каждое слово там осознанно проговаривать четко осознавать это как-то ищет и все происходит если ты сегодня уже осознанно программа вот это мальчиков и не джеками тут тоже проблему тут же несколько молитвы существует это как практика до молитвы существует несколько аспектов один аспект состоит в том чтобы надо вспоминать бог да что ты вот допустим упами помянуем своих предков помянуем своих там друзей помянуем своих любимых там и прочее то есть не вспоминаем буквально смысле да и пока мы их вспоминаем у нас возникает какие-то образы ли что-то там да мы как будем рядом с ними существует как он как по ощущаю каким-то внутренним чувством также здесь тоже тоже мысль состоит в том что если для тебя по главная дату нужно поминовать бога поминовать богу может двумя способами можно просто возносить туда мысль да вот кубоку просто без всяких слов если ты знаешь куда возносить здесь знаешь что где-то где там есть как мы говорили топос сознания куда-то ты знаешь куда это как это надо сделать не просто глазами вверх поднимать да да и вот так вот палец выставлять и вода о как-то а если ты понимаешь что надо сделать можно просто просто возносить то что вот богу и все это один способ другой способ молитва она же имеет содержатель на некий смысл такой этажей иисусом она же упоминает имя бога да и и упоминает что какое отношение как это ты с каком отношении ты к этому богу состоит что и что ты хочешь добиться то есть собственно все содержание христианство в этом присутствует это один аспект аспект поминования бога а другой аспект ну я не знаю некоторые утверждают что молитва есть аспект общения что на самом деле через вот это вот поминование бога и в англии же сказано да что если хотите что дождь бог делал вам что-то там это молитесь как бы и не будет дано вам да иду просящий получает там стучащий мотворяю там прочее но еще так и другой еще даже не сверебали для руки есть такой пример а то как какая-то вдова там пыталась ходила какому-то начальнику что-то у него там требовал в конце концов а начальник бога не боялся так куда и как и такой был суровый начальник но и то и она его своим постоянным хождением постоянно просьбами достала и он уже решил да я бог не боюсь ну и кушет она вот входит сделаю как она хочет так чтобы уж она ко мне не ходила то есть она его каком-то смысле там замучила сами приходами своим затем запросим также и богу да ну тут у лука вообще как вот и вот его и ван или очень грубая да и вообще-то такие образы всегда рисуются грубыми есть такая традиция что лука вообще раб да и у него там понимание евангелие специфическое но тем не менее как бы что если мы богу тоже обращаемся это постоянно ему кавычках надоедаем он тоже тоже может как бы исполнить наши чаянии и запросы я не знаю как назвать как можно назвать это общением я не понимаю ну вот есть такие такая весы что я игрок якобы мы вот общаемся так вообще не делал дело не в том что мы получаем какой-то ответ потому что мы обращаемся к вот одно тело медитация это как бы там манат куда проговариваться медитация боешь там смотришь там нет в принципе речь какой-то направленный на кого-то нет а мантры тоже там ты даже ты как бы как субъект отсутствуешь а здесь ты сейчас мы даем разница разница вот но просто это различие и даже на самом деле даже если мы не получаем ответа если допустим мы обращаемся к кому-то и напрягаем слух чтобы услышать ответ которого нет даже уже это стиль не слух но понятно ну вот какой-то там слух допустим все время находимся в напряжении в ожидании ответа это уже как бы общение это уже другая ситуация нежели когда мы так сказать вот не знаем медитируем и не в общем то никакого ответа не ждем на это по этому поводу можно просто сказать что во первых сам иисус христос сказал что не надо богу как по многими речами обращаться на бог и заранее знать что вам надо достаточно говорить кто-то и он предложил вот молитву отче наш да и и сказал что не надо как делают язычники там много что говорить на самом деле если вдуматься в тот смысл который он предлагает вообще молиться в принципе какими-то определенными словами без несущественно какими-то конкретными словами будешь существенно что ты просто живешь с памятованием бога и все смысл то здесь именно такой что ты как бы помнишь о том что все во власти божией как бы ты везде к каждому любому делу приступаешь с упованием на бога ты надеешься везде на бога как бы исходишь всегда из того как и как это в глазах бога будет выглядеть то есть иначе ты живешь под богом да бог настоящий твой отец ты каждый свой поступок соизмеряешь тем как это будет выглядеть в глазах бога вот это очень хорошо хорошо иллюстируется как ни странно ветхий заветов потому что там писание жизни какого-нибудь праведника всегда есть такая фраза он ходил пред богом то есть он там жил и он ходил пред богом вот когда описываются то есть это имеется ввиду как раз то есть все что он делал он делал не молитву все таки ну когда есть молитвы подойдет безумно расширяется не 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 тут это важно вообще говоря и сейчас идет об общении то человека и бога вы считаете что если пути повторять одну и ту же молитву миллионы раз богу это очень здорово с вами общаться вот например верующие считают вообще как бы сейчас не говорили иисусу молитву постоянно было давай так мы различие между медитацией и молитвы не важно я понимаю что там будет хорошо богу что не хорошо вот вот есть один феномен есть другую из различая не зима налогически подходить сначала надо немножко поле расширить я считать нельзя на самом деле увидеть феномен просто в отрыве от всего вот так вот просто голый феномен естественно феномен строим некую цель некая цела попытаться увидеть как был как он строен на самом деле его понятие общения с богом Это понятие молитвы, оно существенное На это все указывают Все считают, что молитва и способ общения с Богом Нет, ну вот, допустим, вот кот Ты тоже как бы ему говоришь Эй, кот! И он там ухом поведет и вернется Ты вот так как бы его отвлекаешь Совершенно однообразно Что это не повернуло ему Он не повернул, да Ну, бывает, он даже отвлекается Суть в том, что ты можешь очень однообразно его как бы Там отвлекать Но ему радостно сам тот факт, что на него обратили внимание Понимаешь? Вот Я не хочу сказать, что Бог это кот Но смысл в том, что вот это внимание уделяемое Оно не обязательно должно быть в каких-то разных формах Ну, смотри, какой эффект Я считаю, да И мне кажется, это как бы феноменологически Оправданно, философски оправданно Что отношение с Богом у человека должно выстраиваться Таким же способом, каким человек относится к другому человеку Потому что мы понимаем И для нас это повседневный опыт Что значит относиться к другому человеку У нас есть определенного рода обходительность, вежливость У нас есть там какого-то рода понимание того, что другой человек он другой Что надо с его мнением считаться и прочее прочее Вот этика, да, если так уж говорить Только этика в широком смысле Не этика только в смысле заповеди А этика в широком смысле Взаимоотношениях людей Точно так же им устраиваться должна, мне кажется, этика и взаимоотношения с Богом Если мы будем считать, что Бог вот как кот, да, который безмолвный такой, да, который можно просто каким-то однообразным заклинанием, да, там, я не знаю, там, одной молитвой или другой молитвой К нему можно так обращаться Ну, я не знаю, мне это странно, да, я бы, если бы, например, какой-то человек со мной общаясь, постоянно называл просто Булат-Булат-Булат одно и то же имя Я бы не считал, что это общение Да, наверное, это было бы как-то глупо выглядеть Но называешься Булат Я понимаю, но тем не менее, когда мы говорим об общении, вот все-таки это многообразное содержание, многообразные способы подхода, да Ну, понятно, что человек человеку может какое-то некое содержание передать Вот человек коту, даже кот, какой человек, какое-то содержание может, какое-то может содержание передать Богу Ну, потому, смотри, это содержание возникает из того, что твоя жизнь многообразная Ты каждый раз в многообразии жизни пометуешь Бога, то есть, находясь в какой-то ситуации, допустим, возносишься к Богу, как мысленно, без всякой молитвы, да И тем самым, когда ты возносишься, ты же возносишься из некого содержания, в котором ты находишься Допустим, ты находишься на работе, вознеслась на работе, или ты находишься там, где-то там, в лесу, или ты находишься дома, там, и прочее Ты вообще считаешь, что молитва, это бредные какие-то слова, это же просто состояние возношения души к Богу То есть, не обязательно иметь некие содержательные слова Главное направление души, вот этот вектор есть Ну, тогда, нет, тогда размывается смысл молитвы Молитва, потому что под молитвой понимается нечто конкретное Если Бог это конкретное... Например, Иисусова молитва, Отче наш Нет, Булат, под молитвой понимается некое конкретное, да, возношение конкретной человеческой души к конкретному Богу Это вполне определенный вектор, который имеет такое начало, и конец свой тоже, в бесконечном Боге Вот, понимаешь, каждая конкретная молитва конкретно Как раз потому, что у нее есть конкретный субъект и конкретный, вот, второй, ну, как это, собеседник, например, ну, вот, Бог, вот И, что там, по поводу слов-то, слова-то там вообще делают, десятое Нет, это неправда, например, есть такое понимание, вот, в богословии, что можно молиться неправильно То есть, при всем, при всем, при всей внешности, да, и возношения, и высказывания и расслов Это не говорится, что можно молиться неправильно именно потому, что там у тебя состояние неправильное И потому, что неправильно, что... Нет, это дело даже не в том, что ты можешь неправильно молиться какой-то частный мирянин Это даже речь идет о каких-то вот великих подвижниках, даже великие подвижники могут молиться неправильно Да А если можно молиться неправильно, значит, есть правильная молитва И, значит, нельзя так сказать, что просто любое возношение к Богу есть молитва Нет, ну, неправильная молитва, это та, которая не возносится к Богу, вот и все Почему она не возносится? Это другой вопрос То есть вы считаете, что можно расширительно трактовать понятие молитвы Как просто мысленное возглашение к Богу Я считаю, что это трактовка неверна То есть есть мысленное возглашение к Богу Это одно, а молитва это совсем другое Я вообще, даже если исходить из этимологии Слово молитва, это когда что-то спрашивают Понимаешь? В молитве мольба Какая-то есть мольба Есть, правда, молитва благодарения, да? Два вида есть молитвы там. Что-то нет, два, больше. Три, по-моему. Может быть, три. Благодарение, прошение и вот это, словословие, вот. А словословие это тоже благодарение? Нет. Там как бы... Или что-то еще третье есть, подождите. Не, ну, наверное, же еще молитва, прошение в смысле того, чтобы что-то тебе дали. Покаяние, наверное. И покаяние еще есть, да. Вот, значит, покаяние, прошение и это, благодарение. Молитвы мытвы. Вот, если все-таки молитва это некое конкретное, да, возношение, и она сопровождается, ну, есть какие-то конкретные примеры этих молитв, то есть молитва мытвы, да, или там Иисусова молитва, или там Отче наш молитва, то, значит, есть, все-таки надо отличать, а просто возношение к Богу и молитву, мне кажется, все-таки это разные все-таки вещи. И поэтому я-то как раз и хотел различить, я хотел отличить, что есть общение с Богом, да, которое может быть и немолитвенно, а просто общение. Ты вознешься к Богу там в любой ситуации, находишься в любой ситуации. Допустим, когда что-то уповаешь на Богу, Иисус потерялся, вознесся к Богу там. Не обязательно же молиться, Бог спаси, а просто вознесся, что вот я потерялся там. или еще что-то случилось или не обязательно что-то случилось просто сидишь вдруг в гостях и вернешься к Богу это общение называется а молитва это конкретное в каком-то модусе еще в специфическом модусе причем в молитве очень важно что эта молитва осуществляется как бы общее дело считается когда ты молишься это считается не только ты молишься за себя а за всех людей это общественное дело вот на гидармате вот литургия это же подразумевается некое общественное деяние то есть ты как бы на благо общества что ты делаешь это потом литургия уже стала всегда богослужебной а в начале изначальной литургия не обязательно такой просто литургия это некое общественное твое личное деяние на благо общества вот что такое литургия так что и молитва мне кажется так же то есть конечно же каждый раз молитву ты сам осуществляешь но всегда в каком-то отношении ты молишься за всех людей Именно поэтому она такая абстрактная может быть, что ты говоришь, допустим, простые слова, Иисусу молитву повторяешь, имеешь в виду и себя, и всех людей, может быть, и существует, в принципе, наверное, индивидуальная молитва. Ну вот надо самое главное отличать, я считаю, что все-таки молитва – это не община, все-таки молитва – это нечто специфическое, может быть, молитва – это служение какое-то. Мне, например, очень странно, когда люди молятся за других, то есть другой как-то там где-то пакостит, да, там, что-то там, им как-то на все это, наверное, полевать, а какие-то… Ну, допустим, какой-то там, он воришка, там, какой-нибудь жулик, там, мужчина, а за него, например, родители его молятся, и что? В чем смысл-то этого, я не понимаю. Вот как это… Я понимаю, конечно, смысл, в смысле повседневной жизни, да, что одни люди, несмотря на состояние других людей, пытаются ему помочь. И они просят, что… А поскольку другого способом… Оставил на путь истинный Бог. В общем-то, да. Есть такая молитва за душу. Не, ну, на путь истинный Бог, конечно, может поставить, но есть же вопрос о свободе совести, это как так? Ну, есть. И потом, получается так, что, ну, это в католичестве особенно ясно, да, в католичестве получается так, что праведные дела одного какого-нибудь, да, святого, могут покрыть злые дела другого, что ли? Ну, мне это тоже непонятно, так что давайте это… Не будем это… Не будем это неправильно говорить? Это католичество, да. Просто у нас, на самом деле, такое же тоже присутствует, что, допустим, вот считают богословы или там священники, что когда попадает, там, 30 дней, по-моему, после смерти, да? Ну, ты знаешь, я не знаю. Не в счастильщик, как это называется, а мытарство, да, что якобы, если в это усиленно молиться, зачем вообще, как бы, родственники, там, держат пост, там, да, и прочее. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это… Что можно попытаться отмолить, потому что сам он уже ничего не может сделать, когда попадает в это состояние мытарства, да, но люди заинтересованы, которые его любят, как бы, могут проявить свою любовь и, как бы, там, ему помочь, да, там, отмолить его. Ну, это зависит, на самом деле, от того, как изначально, если вот ты заводишь семейный счет, вот, то, как бы, вы все вместе туда. Ну, еще раз говорю, христианство, тут есть, опять, вот, мы немножко отклоняемся, отклоняемся, но потом мы обратно вернемся. Ну, в христианстве есть две тенденции, да, изначальная тенденция, да, сейчас христианство – это личные религии. В каком-то отношении каждый человек перед Богом лично, да, вот, вот, личность к личности. Например, мы же не общаемся, мы же каждый с друг другом общаемся как личность с личностью, мы же не общаемся как толпа на толпу, да. Ну, хорошо. А почему в христианстве сейчас вот мы, это, вдруг съезжаем на ту позицию, что вроде как Бог относится не с конкретной каждой отдельной личностью, а почему-то как-то с группами какими-то. Это группа, да, один род, другой род, там, одна семья, другая семья, ну, это как-то там, по-моему, неправильно. Я этого не очень понимаю, вот, как, по-моему, если мы скатываемся к этой религии, то мы скатываемся к ветхозаветному пониманию религии. Это в Ветхом Завете так можно было, в Ветхом Завете их Бог общался не с каждым конкретным человеком, а с родами и с народами. Там, вот, если посмотрите, просто взять Библию и почитать, то там просто понятно, что единицы общения там является народом. Бог общается с народом, для него народ является сыном там, и для народа он все делает, да, постоянно Израиль, Израиль, я тебя люблю, там, и ты сын мой, и прочее там. А как бы просто там, естественно, каждый раз возникают какие-то святые пророки, да, но это просто представители этого рода наилучшего. Но всякий раз речь идет о роде. А как раз христианство, вот как оно заявляет себя, как в этой Евангелии прописано, там, каждая конкретная личность существенная. Помните, там, вот всякие есть мытые, блудницы, почему они были в таком законе? Они были в законе, потому что важно было, чтобы народ был, чтобы в народе были фарисеи, да, чтобы народ... То есть народ оценивался по своим лучшим людям, а не по своим худшим. А то, что худшие были в законе, ну, это Бог их наказал там за какие-то идеи, это не важно. А когда каждая конкретная личность существенная, ну, конечно, да, и каждая мытарь существенная, и каждая там, блудница, это каждая отдельная личность. А что за мытарь? Что это такое? Мытарь – сборщик налогов. Да, сборщик от этих. А что за молитва мытарь, что такое? Ну, это есть такой сюжет в Евангелии. А, был, да. Да, Христос когда приводил пример, не помню в какой ситуации, приводил примеры молитв разные. Что вот зашел в храм мытарь, это очень неизвестный пример. Зашел в храм мытарь, даже… Зашел в фарисей зашел? Да, да, да. Фарисей зашел, значит, подошел в сам центр храма, там воздел руки, вот, и сказал, боже, благодарю тебя, что я не такой, как все люди, ну, там, и это делаю, и это делаю, там, и весь закон соблюдаю. И, там, какие-то эти десятины были, которые нужно было отдавать, ну, короче, положенную часть имущества там отдаю, все такое, что я не такой, как все люди, или как этот мытарь, ну, там, ударение на мытарь ставится. А мытарь, значит, этот, он не считал себя достойным даже зайти там в храм, а стоял в преддвериях, ну, что-то типа там, предбанниковых, как-то у них-то, ну, несколько было сфер в храме, вот, и ударял себя в грудь и говорил, Господи, милостью будем не грешным. Это все, что он говорил, вот, ну, и часто приводятся примеры, противопоставляются, что есть молитва фарисея, вот такая, когда человек, все, что он чувствует перед Богом, это вот, какой я хороший, а в сравнении с другими людьми есть такое настроение. Есть вот молитва моторя, когда человек, все, что он перед Богом, он чувствует всю тяжесть своих грехов и не думает о том, какое он по отношению к другим и так далее. Для этого надо собирать налоги. Вот, в Евангелии от Луки всегда есть такое, как бы, постоянное уклонение немножко, и оно немного с таким предхозаветным уклонным, потому что в Евангелии от Луки, как бы, человек всегда воспринимается в большей степени, как раб. Да, и здесь, опять же, да, вот, этот мытарь бьет себе в грудь, там, это, то есть пред Богом мы, как бы, все грешные, конечно же, там, коней, пред Богом мы конечные, несовершенные и прочее, да, но все равно мы не рабы. Ну, если Бог у нас отец, как бы, да, то, какие бы мы ни были, но мы, если мы их сыновья, то, вот, это, какие есть сыновья, так и есть, да, это в некотором отношении судьба. Я не говорю, что мы должны хвалиться этим, да, что вот мы... Ну, он очень умеет хвалился, получается, фарисея, он благодарил Бога за то, что он позволяет ему, как бы, он же не сам, суть, да, суть его просто состоит в том, что... Он же по его Богу благодарил. Слишком сильно. Да, вот, кстати, вот, есть такой момент, вот, если говорить именно о фарисеи, что фарисей, это, в общем, до определенного момента хорош, то есть пока он не сказал, там, что я не такой, как все люди или как этот мытарь, пока он не дошел до конкретики и сравнения себя с кем-то еще, то есть просто благодарить Бога за то, что он дает возможность жить правильно, это, ну, разумеется, это... Ну, что такое жить правильно, ну, это же, как бы, все равно... Ну, что-то делать. Нет, ну, все равно же, как бы, сравнение это присутствует, ты живешь, как бы, ты видишь, что рядом происходит, и ты понимаешь, что правильно, вот, ты живешь так правильно, а кто-то нет, ну, вот, и чего? Это нельзя произносить вслух, надо как-то кривить душой или что? Да почему кривить душой? Ну, если честно, мне кажется, в некоторых местах, как бы, да, меня коробит то, что, ну, что мы должны перед Богом каяться. Я не говорю, что мы не должны это делать, может, кому-то это и надо каяться. Но что, если предлагается, что все должны перед Богом почему-то каяться, это немного странно. Это нас вот загоняет опять, вот, ветхозаветное понимание Бога, где Бог Господин, да, а мы просто по определению, как рабы, всегда виноваты во всем. Все у нас не так, и вот мы кривые косые такие, мы должны, единственное, мы не понимаем, да, в чем состоит, как бы, сила Бога, и почему мы недостойны, да, но, тем не менее, у нас вот судьба такая, мы должны каяться, каяться и каяться. Вообще говоря, вот эта вот интенция каяться, это чистая ветхозаветная интенция. Я не говорю, что мы иногда не должны каяться, еще раз повторяю, что, конечно же, вот, блудный сын, есть же история, да, сын ушел от отца, как бы, а потом походил, походил и вернулся к нему, да, но, тем не менее, он сыном-то остался, он покаялся перед отцом, но он же все равно сын, какой бы он ни был, да, отец его принял, как сын, он там, заколол, там, этого, тельца заколол, позвал, удостей, устроил пир, да, все-таки это не делают так для раба, да, вот, для кающегося, да, какого-то, раба грешника. То есть здесь вот, совсем вот, надо вот христианцев всегда через, прогонять вот это, через это отношение, что сын и отец. Сын, конечно же, должен, если он виноват в чем-то, как бы, точно так же, как и мы, перед другими людьми, если мы в чем-то виноваты, мы извиняемся, там, и пытаемся, там, вымолить прощение, там, и прочее, да, но все равно вот этой интенсии постоянно каяться, независимо от чего, это, это интенсия неправильная, это, это значит, наоборот, волю этого Бога, как отца умолять, да, если сын постоянно будет находиться в состоянии кающихся, что же за такой, за такой, за сын, как же он тогда будет отца прославлять, если он постоянно будет во всем виноват, постоянно будет находиться в модусе вот этого покаяния, что такое покаяться постоянно, значит, постоянно, что ты виноват во всем, ты постоянно кривой, а ты ведь образ Божий, значит, и через тебя и образ Божий отца кривой. Да, вот он как бы кается, что виноват в чем-то, там, да, видимо, неправильную жизнь ведет, собирает налоги, видимо, это позорно считалось, да? Там просто он принадлежал фактически к тому же израильскому народу, но он налоги собирал на Римскую империю, то есть, как бы, на чужую страну, на проботителей. Ну, так что кается, ну, изменись, как бы, ну, перестань это делать. Хороший пример, да. Перестань это делать, понимаешь, а если он перестанет это делать, он же может возгордиться, сказать, что вот там этот остался, мой коллега, мытарь, понимаешь, до сих пор мытарь, а я перестал бить, и тут же... Причем, я говорю, в Евангелии от Луки примеры все неправильные, они все какие-то вот искажающие перспективы, потому что чем плох парисей, что вот он действительно, он соблюдает все заповеди, которые Бог ему сказал, да, ну, то, что он сравнил себя с мытарем, Ну, а мытарь не может измениться, а он все-таки не такой, он живет по-другому, тут ничего особенного нет. Я не вижу там, просто легко было понятно, что вот чем-то парисей плох, как бы, а мытарь хорош. Он, как бы, он же благодарит Бога за то, что тут дает ему возможность жить, не то, что он сам тут, вот я тут такой глупой, вот, как бы, а вот они все. Спасибо, что ты, как бы, ну... Не, ну, там же есть еще и другие примеры, вот, например, опять же, вот, Евангелие от Луки, это, там, допустим, на горной проповеди, там, говорится, что блаженные нищие, да, просто нищие блаженные. И потом мы, когда смотрим пример с Лазарем, мы узнаем вдруг, на самом деле, что Лазарь, да, только из-за того, что он был больной, там, и что он лежал у порога, там, богатого, вдруг почему-то в рай попал. Ну, то есть, как бы, вот, какие-то странные примеры, то есть, из-за того, что раб, он является рабом, из-за того, что он многострадал, он почему-то получает сразу награду на небесахов. Не, понятно, почему богач попал, допустим, в ад, да, он там, потому что он ближнего своего, там, не любил, там, да, не помогал, это, может быть, как-то можно понять, да, но почему попал в рай Лазарь, понять невозможно. Это странно. То есть, получается, что просто блаженный нищий, если ты нищий, значит, это твоя судьба сразу же обеспечена. Ну, потом мы такая справедливость. Это значит, мы должны... Здесь тебе повезло, там повезет. Нет, а так есть логика, что вот здесь ты, как бы, страдаешь, зато теперь награда на небесах. То есть, да, вот, как бы, справедливо состоит в том, что тот, кто здесь получает награду, да, свою, там, богатство, здоровье и прочее, то там, на самом деле, по справедливости, как бы, попадает в ад, да, равновесие такое. А кто здесь страдает, там, и телесно, там, и, там, несчистую, да, тот там получает награду, да? Такое странное понимание справедливости. Такое, знаешь, примитивное, чтобы дошло до любого раба. Рабу это расскажешь, и раб, конечно, согласится, что так оно и есть. Он взирает с мстительным, с одной стороны, зависли умоком, с другой стороны, на хозяина, и думает, вот я тут в рай попаду, а вот ты-то поганец попадешь в раб. А потом удивляется, что из христианства возник социализм, коммунизм и прочие революционные тишины. Что-то удивляться, просто Евангелие от Луки это первое революционное учение. Что было ничем тут за ничем. Да, только там пока Евангелие от Луки не призывается, конечно, чтобы рабы у вас стали, но в каком-то отношении можно уже и это додумать как-то. Ну ладно, мы как бы немножко не туда заехали. Суть вопроса состоит в том, что, вот я говорю, в молитве есть два аспекта. Аспект поминования Бога и аспект общения. А еще аспект этого общей молитвы, да, что вот есть некая, как бы можно было бы сказать, как бы приобщение. Вот мы когда, допустим, вступаем в армию, да, мы какую-то клятву даем. И не какую-то от себя темною, да, говорим, а говорим почему-то уже заранее сформулированную клятву, допустим, да, там, присягу. Да, которая является общей. То есть вот здесь вот момент общества и социально существует. Если ты присягу формулируешь некому общему, понятное дело, что юридически здесь момент такой тонкий есть, мало ли как ты там что-то скажешь, там уже все продумано, все моменты, если тебя надо будет потом заизменную Родину судить, то есть в клятве все там говорено заранее. Но тем не менее, да, вот, существует вот некая общественная молитва, да, которая вот выражена, конкретно, коча и наш, допустим, там. Ну, кстати, очень интересно, тебя, допустим, отправляют, да, на срочную службу там или куда-то там, да, вот, и потом тебе говорят, говори присягу, а ты же не можешь отказаться. Вот непонятно, как так. Это ведь добровольное должно быть действие, по идее. По идее, да. Как вот, ты тоже, смотришь, присягнул, если сказать там некие слова, которые кто-то там за себя написал. А если ты пацифист, допустим, да? Ну, ладно, пацифист там, да, мало ли что там написано-то. Не, ну ты там произносишь, там стоишь, тебя потом отдают, или... Один читает, а с вами повторяет. Ладно, ладно, проехать-то все, это так. Так вот, я к насчет общениям. Я считаю, я уже давно об этом думал, что все-таки молитва это не общение. И нивелировать общение до каких-то стандартных молитв, это на самом деле просто не уважать Бога. Все-таки я думаю, что Бог не такой собеседник, да, который может удовольствоваться с какие-то там стандартными фразами. И причем, на более того, если им все-таки молитву считать... Не стандартными-то, вот ты перестать, понимаешь, кто-то говорит, что молитву молитву любое. Ну, поставь на один и тем же. Нет, я не говорю, что молитву молитву... Как насчет присядни? Не, ну можешь своими словами говорить. Ну, как бы не хочешь утомлять Бога одними и теми же словами, скажи своими. Вот тебе и общение. Ну, почему тогда, как бы, хорошо... Молитву слов это тебе стоит. А почему действительно есть, во-первых, молитва слов, во-вторых, христианский иссихазм, который утверждает, что вообще должна быть одна молитва. Потому что, как было, я тебе говорю, потому что и люди так живут. Вот ты говоришь, как человек с человеком. Так вот и люди так друг к другу относятся и говорят одни и те, да, встречай с людьми и говоришь, здрасте, 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 здрасте. Не скажешь привет. Как дела? Хорошо. Как дела? Хорошо. Правильно. Ну, тебе и общение. Ну, к этим людям, с которыми мы так общаемся, мы их особо-то и знать не знаем. То есть и Бог такой же, проходящий, прохожий просто такой, здрасте, и пришел к храму, здрасте свое сказал и вышел. Так что? А как? Привет, Бог. Ну, чего ты, почему ты его живешь еще? Не знаю. Никто что-то говорит. Ладно, все. Я просто имел в виду, что если Бог личность, если, как бы, каждый из нас тоже личность, то... Это у тебя странная лобка. Из-за того, что плохо мы с ним общаемся, значит, молитва не общение. А как тогда с ним общаться? Да никак, знаете... Вообще не общаться. Нет. Во-первых, Бог сердце считает. Надо просто возноситься и пометовать его. Пометовать. Это не обязательно словами, просто можно мысленно. Конечно, не словами, но общение и пометование, это разное. Пометование, это как в односторонних, кто-то о ком-то помнит и все. А общение, это когда, как бы, коммуникация какая-то есть. Не важно, передается, там что-то сообщается или нет. Когда ты обращаешься к кому-то, ну, смотри, в самом, что ты позвал, допустим, кого-то, он может не услышать тебя, но ты зовешь. Вот человек стоит в поле и зовет кого-то. Это зов, это не пометование, понимаешь? Пометование, это когда он просто помет, а здесь он обращается, у него направленная интенция, как бы, это... Знаешь, что проблема состоит? Проблема состоит в том, что когда мы пытаемся общаться с Богом, это значит, что Бог с нами общается. Это понятно, ну, даже если просто зов, возносишься к Богу, а у что захочешь, может, его даже нет. Даже вот, чтобы понять, что такое молитва, чем она лежит в медитации, даже можно, чтобы Бога не было. Все равно, даже если Бога нет, когда мы молимся, мы, у нас есть вот это обращение, зов, зов. Это и есть медитация, то, что сейчас ты говоришь, это и есть медитация. Если как бы Бога нет, то тогда вся суть... Медитации и зов, это нет. Нет, тогда вся суть состоит в нашем составе. Булат, давай не будем так говорить о том... Еще раз, состояние, оно имеет определенную содержательность. Давай будем говорить... Я просто Антон в какую-то другую сторону забыл. Нет, другую. Я в содержательную... Еще раз говорю, что в чем я... Что всегда, вот зов, вот ты стоишь в поле и зовешь... Давайте тогда последнюю фразу скажу, к чему я хотел привести. Я хотел привести, что молитва отличается от медитации в том смысле, что медитации не нужен Бог. Медитировать можно просто в этой... это некое внутреннее состояние. Оно точно такое же молитвенное, все то же самое внешне. А суть состоит в том, что вот этой личности, которая все это, ради которой все это, ее нет. Потому что... Тебе же медитация... Объясняй, почему. Даже если в медитации как бы подразумевается это, то тем не менее, самое главное, послушай, самое главное, внутреннее состояние человека. Человек это делает ради своего некого внутреннего состояния, чтобы достичь чего-то. Он медитирует, чтобы достичь внутреннего состояния. А когда ты общаешься с Богом, то смысл состоит, не достичь какого-то там бложества, знаешь, как говорят, благодать, какое-то достигло. А обратиться к личности. Только это есть общение. Это совсем другое. Об этом мы и говорим. Об этом мы и говорим, что есть обращение. Да, об этом... Общение. Общение, обращение, как бы направленность есть. Не, ну... Если разум кто-то знает. Нет, ну тогда просто это... Мы тогда спорим о словах. Можно молитвы понимать в таком расширительном смысле и считать, что любое обращение к Богу есть молитва. Но это... Тогда два слова будут. Обращение и молитва. Не любое обращение, но молитва всегда есть обращение. Вот так вот. Не любое обращение есть молитва, но молитва и всегда есть обращение. Конечно. Ну вот об этом мы и говорим. Так я и говорю, что молитва... А медитация никогда не обращает никого. Еще раз. Медитация, как бы напротив медитации, там мир. Мир. то же самое я свое, там нет адресата. Какой-то есть объект. Медитация и молитва, раз цель разная. В медитации ты можешь стремиться тоже кому-то обращаться, ты же можешь медитировать и по-христиански, считать по молитвам, ну а что? Что ты пытался? Я пытался, что ли, пытается, на Афоне, сейчас очень принято там отбивать молитвы, Иисусу и молитвы по тысяче раз, по три тысячи раз. Это все медитация, это чистая медитация. Так, пойду я куда-нибудь в медитацию. Подожди, ну это надо как-то, я что-то не понимаю. Смысл молитвы состоит не в том, чтобы три тысячи раз отбить ее. Смысл медитации, разве все, что... Знаешь, ты как бы определяешь медитацию сейчас, понятно, как измененное состояние сознания. Нет. Я определяю медитацию. У тебя все, что как бы... Нет, 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 давай как бы все-таки не путать. Измененное состояние сознания это одно, а молитвы... Я определяю медитацию, как забота о каком-то внутреннем состоянии, твоем. То есть забота о себе фактически. То есть фактически ты замыкаешь некую внутреннюю сферу, и пытаешься этого самого себя привести к какому-то состоянию. Например, безмолвие, там. Или внутреннего покоя, тишины, там. Или там отсутствие внутреннего диалога, там. И прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле цель, на самом деле, состоит в том, чтобы замкнуть свою сферу. И как бы остаться в самом себе, как бы, и достигнуть некоторой вот цели, как внутри себя, там, да. Ну, если так можно выразиться. А, как мне кажется, смысл и молитвы, и общения с Богом, она состоит в том, чтобы выйти из себя, наоборот, чтобы двинуться куда-то туда, в горизонт какой-то другой, там. К Богу, как к личности. Причем я хотел различить молитву и общение с Богом в том смысле, что молитва – это некоторое общественное делание. То есть почему одни и те же слова? Потому что ты выполняешь общественное делание. И молитву, как личное, там, устремление к общению с Богом. Которое может быть действительно, может быть там своими словами, а может быть вообще без слов. То есть общение с Богом – это одно, молитва – это как бы другое, а медитация – это третье. Вот примерно такой, как я рассказывал. А на Афоне, вот это последнее, это же не моя живая, вот Софья ушла, это же не мое мнение, что это медитация. Это мнение, допустим, Соня Осипова, допустим, профессора Московской Духовной Академии. Ну, естественно, вернись. Надо же сначала дослышать до конца, что произошло. Это же не мое мнение, потому что я сказал фактически только то, что в неправильная молитва скатывается медитацию. Я фактически это сказал. Ты сказал, что на Афоне сейчас медитирую? Я сказал, что на Афоне сейчас существует неправильная такая медитация, это неправильная молитва, которая скатывается в медитацию, это не мои слова. Практика Иисуса. Это слова не мои, я вообще тут все, что говорю, это не мои слова до сих пор еще. Я ничего своего не сказал. Просто это приводит пример, я не помню, как там. Я просто именно не помню. Ты про Афон сказал плохое, получается. Осипов и Алексей Ильич, можно взять, он профессор Духовной Академии, и семинарии, и Московск. Так у нас получается, что в огороде лебедя, в огороде лебедя, в огороде лебедя, в огороде лебедя? Нет, а просто есть... Это к чему? У любой вещи есть понятие неправильность, да, есть как бы понятие границы лебеда, чего-либо, любого явления. Потому что между молитвой и медитацией, на самом деле, внешне сходство одинаковое. Можно каждый раз сваливаться с молитвой и медитацией. Это просто, в этом состоит ошибка. Человек, о котором ты говорил, скорее всего, имел в виду, что есть вот такая тенденция, типа имя славчества. Это конкретное течение, которое очень спорное, да, конкретные люди, конкретные течения, очень спорное. Неизвестно, как на него там вообще смотреть, кто-то за из этих церковников, кто-то против и так далее. Ой, давайте еще... Да, я просто скажу сначала, что я имел в виду. Я имел в виду, когда в молитве стремятся за количество... На фоне там есть... Еще раз говорю, когда целью молитвы становится количеством, там 3 тысячи, там 5 тысяч, 100, это 10 тысяч раз, да, успеть там минуту, я не помню, сколько надо было там успеть там, 100 раз в минуту. Я же тебе объясняю. Это примеры, которые приводит сам Осипов, что вот. Когда молитвой становится количеством, да, то тогда молитвой становится медитацией. Потому что целью тогда становится внутреннее состояние человека. Там он описывает какой-то случай, там буквально там... Ну, я не помню, вот... Я просто имена не помню, честно говоря, там сложенные имена, там какое-то там греческое имя, там... Он описывает, как какой-то пришел послушник, и вот его учит, как бы, там, как бы новоявленный старец, да, как нужно медитировать, там, что нужно вот быстро-быстро произносить, как бы, молитву, да, там, и успеть там 3 тысячи раз, там, за какое-то время, там, маленькое отбарабанить. А потом он ему говорит, ну что, чувствуешь там какую-то благодать? И он там, действительно, человек себе говорит, да, я, говорю, что ты там внутри почувствовал. Понимаешь, когда... Это... Суть состоит не в том, что в молитве есть, как бы, обращение к Богу, а когда просто... Ведь так медитация в том, в каком смысле, состоит, что ты можешь, как вот это Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе. Да, ходить и повторять. Ты можешь просто повторять, там, стул, стол, там, не знаю, там, там, где-то... Это, кот, там, не знаю, собака. Вот, повторять долго, и у тебя тоже внутри возникнет, своего рода такая благодать понимаешь который вызвано просто ну так то это чисто психи это психическое некоторое это может быть тренинга и психический тренинг есть некие психологические механизмы которые когда мы что-то постоянно повторяем одно и то же они вызывают определенное у нас состояние естественно как бы молитва она не должна быть медитации это и это где одно из крайне из краев до одной из неправильности с другой стороны все таки я-то еще различал как бы пытаюсь различать молитвы и общение с богом то есть молитвы это все таки когда мы присоединяемся к нему общему день и когда в разных концах как внутрь церкви стоит много людей и молится до такой сморной молитвы когда как бы они в этой молитве объединяются и становятся единым телом там единым народом тогда единым перед богом чем-то единым становится это одно а когда ты сами за себя по-своему общаешься с богом своими словами или просто без слов то возможно что это другое и мне кажется что это тоже важно защищать что вот есть как бы молитва так а канала допустим молитва мы это или это молитва сусова да там очень наши кучи там молитв которые молитвы молитвники это как бы некоторое общественное дело а есть молитва твоя личная который может своими словами быть а может быть и ну это то что уже можно собственно назвать общением а может вообще без слов поэтому как бы я не хочу не хотел бы называть его молитвы наверно может быть это по-другому называть опрос как общение просто возноситься богу бог личность и к нему возносишься и с ним разговаривать может и не разговариваешь если бог считает сердце да наверно бесполезно разноситься с ним разговаривать чем возносишь это прям возносишь а как мне кажется ты стоишь в поле и зовешь его зовешь как зовут какой-то там в лесу ау 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 вот так вот опять же вот это вот тут суть в чем состоит что бог существо и то что человек пред богом как сын понимаешь если ты просто как какой-то овца какая-то зовешь там а как потерялся просто не зовешь не даже потерялся смотри ты знаешь что бог вот он везде поэтому перед тобой прямо сейчас у с тобой есть вот его просто не видишь поэтому ты обращаешься точно знаю что он здесь но ты просто ему не видишь ведь мама и сыновство никуда не девается это даже эти маленькие дети они зовут родителей даже когда они находятся рядом и они их видят а мы зовем родителей когда взрослые а мы же дети нет ну допустим у нас есть родители земные мы их зовем когда вот так вот я вот нечет не знаю что мы зовем может богу надо также относиться бог есть а зачем называть каждый раз богу что вот обращаться к нему так как маленькие дети вот мне вот это немного тоже странно ну вот допустим у нас есть родители и мы об этом знаем это так мило точно так же ну разве что это мило так а Лаисе точно так же если я уверен что есть Бог достаточно что мне Богу смс писать что-нибудь да нет просто помнить об этом что Бог есть и все ты точно так же помнишь что у тебя есть родители но моей маме этого недостаточно когда я просто о ней помню и нужно чтобы что-то я делал ну а Богу тебе же ничего не нужно у него все есть это ты хочешь сказать что Бог сидит такой заплаканный такой ребенок такой сидит и ждет когда ему смс купишь тоже странно же но мне-то нужен неравнодушный Бог ну если честно говорю я конечно к Богу именно так отношусь я отношусь к Богу так что как бы и так все понятно все уже высказано и проговорено что каждый раз обращаться если Бог знает это и читает в сердце если и Бог все заранее запросы мои знает и все мои эти ну что всю мою нужду ну зачем к нему обращаться и так все понятно и так все ясно достаточно того что как бы я просто помяну я возношусь и все я как бы живу как у меня есть отец земной помяную иногда вспоминаю что вот мой отец как он там живет ну вот хорошо по другому и все по другому меня например было бы недостаточно если бы Антон просто помнил обо мне не обращался мне нужно чтобы он обращался ко мне нужно чтобы он что-нибудь говорил в этом нужде есть некого рода при признак недостатка, когда два человека общаются, у них может возникнуть отношение на уровне нужной, когда один нуждается в другом, это один уровень отношения, а есть другой уровень отношения, где оба цельны взаимонуждают, мне тоже, но я бы Соня ничего не сказал я понимаю, но это первое взаимоотношение, когда знаете как вот а потом мы становимся бесстрастными ангелами, и нам ничего друг от друга не нужно я понимаю, вопрос состоит в том, что в нужде есть некоторого рода зависимость, есть некоторое рода признание недостатка а есть другой уровень отношений, когда люди полны, а друг другу вроде как ничего не надо, но тем они не менее, они вместе да нет такое, если все уже проговорено, если все ясно, как-то, да и люди друг другу смотрят, им не надо слова какие-то произносить каждый раз постоянно напоминать, да, о том, что вот я тебя люблю, там, или что, как бы, ты мне нужна каждый раз одно и то же вот по кругу гонять ты знаешь, это как сломанный какой-то противон достаточно это, достаточно смысл доверия состоит в том нет, смысл доверия состоит в том, что его не надо каждый не надо каждый раз это доверие устанавливать если ты человеку доверяешь тебе не надо каждый раз не сто还有 доверия нет, ну они подтверждают, что доверие остается ну а зачем это повторять? а я не знаю ну, вот, дай себе понятие, а зачем это делать? точно так же, с Богом понимаешь можно устанавливать отношении к Богу на уровне нужды и, тогда, потом, думать, К restored� И если я не помолюсь, он, наверное, с неба-то свалится наверно, как-то так он, там, сидит заплакан на ребёнок там, ему смс-ку не прислали подарок не прислали, там или о нём не вспоминали, понимаешь, если ты цельный и Бог цельный. И вам в принципе друг друга ничего не нужно. И тогда тот уровень, которым вы общались, там не надо никаких слов, ничего, не проши ничего. Ты просто помнишь, что он есть и благодарен, что он есть. А он благодарен, что есть ты. И вот и вам как бы неплохо. И между вами доверие такое, что не надо каждый раз устанавливать заново его. Каждый раз определять. Да нет, я вот в Бога-то верю. Каждый раз один и тот же вопрос решать. Верю я в Бога или не верю? Есть Бог или нет? Тут каждый раз по кругу. Да я так и живем. Один раз этот вопрос уже решить. Жить как будто Бог есть. Мы уже люди. Надо же все менять. Сегодня верим, завтра нет. Как так можно? Один раз решить. Это же не интеллектуальная вещь. Нет, давайте как бы точно так же за два человека. Они однажды вступили в некие отношения. Естественно, когда отношения устанавливались, там возникали шероховатости, трения. В конце концов, установились отношения. Надо просто как бы довериться другому человеку до конца уже. И все, что как бы не каждый раз подтверждать сертификатами, да, в виде подарков, в виде там открыток, что вот все-таки доверие продолжается, что на будущий год договор на 11 месяцев про это пролонгируется. Не так, как в бизнесе, да, как экономические отношения. Каждый год надо на 11 месяцев договор пролонгирует, там. Или, допустим, с депозитом, или какой-то другой. Везде возникает вот такая необходимость каждый раз вот зафиксировать, да, что вот надо это отношение возобновить. Один раз они установились, и надо просто так довериться, что их просто уже и... Как будто бы это само собой разумеется. Так довериться, что даже больше, никогда больше им не общаться. Довериться им. Установка, установление отношений и общение это разные вещи. Отношения не установились, люди друг друга уже знают, доверились, они уже не надо. Многие вещи обсуждают. Плата, знаешь, что люди бывает там, друг друга там трогают, вот так вот просто как бы, типа, вот я здесь рядом, я тоже здесь рядом. Что это не делать в этот момент? Они тоже как бы это пролонгируют, давили? Нет. Так вот об этом речь идет. О том, что к Богу ты обращаешься вот так же, как бы, все в порядке, я тут рядом. Даже не все в порядке, а просто вот я тут. Правильно. Напоминаешь о себе, а он напоминает о себе. Только у Бога такая полнота, что не надо думать, что если ты о Боге как бы там забудешь, что там все это все уже там. На той стороне, наверное, начнутся там психоз, там и прочее. Ничего не начнется, понимаешь? Психоз, да, вряд ли. На самом деле, правильное понимание каждый раз надо просто... Просто не начнется, а вот то, что он не станет... Истерия, истерия, как бы сказать. Но потом он может перестать существовать. Не то, что истерия. Суть вопроса, например, всякий раз просто в голове надо постоянно менять отношения. Вот есть отношения раба и господина, которые нам постоянно навязывают церковь. Если думать, они на самом деле постоянно говорят, покаяться надо почему-то там на коленях приползти. И прочее. И постоянно акцентируют на том, какие мы плохие. Но мы же на самом деле, как сыновья Бога, можно же акцентироваться на том, какие мы хорошие. Ну да, у нас есть сторона такая плохая. Но у нас же есть и хорошая сторона. Почему нельзя на этом акцентироваться? Ведь это же, знаешь, как это есть такая поговорка, что свинья везде найдет грязь. Ну, действительно, везде есть грязь. Походить и везде вот так пальцы поковырять, и везде можно найти грязь. Тем не менее, может же... Это же перспектива некая. Это некая акцентуация взгляда. Можно увидеть, как бы, и нечто лучшее в человеке. Всегда видеть, несмотря на все, как бы... Только везде, только везде есть. Нет, ну иногда откладывается впечатление, что христиане хотят видеть в людях только вот плохое. Вот такой, вот ты грешник, ты мытарь, а ты такой-то. Вот фарисей пришел, всем хорош, да, Богу... Казалось бы, тот эту Богу годил, и тем не менее, он тоже плохой. В нем он видит только то, что вот он сравнил себя с мытарем. А то, что он там все остальное исполняет, то, что не такой, как мытарь, это ерунда. А вот то, что сравнил, все, мытарь хороший, а фарисей плохой. Ну это же глупость какая-то. То есть человек... Что значит исполнять заповеди? У тебя прекрасно понимают, что это очень сложное дело. Целая жизнь надо положить на это. А получается так, можно будет мытарем, а время от времени как бы приходить, как бы так цель мыкается, и все тебе простится. Это не Телли, я тут как-то давно говорил, что... Это естественно. Это естественно, и это все просто, исполнять заповеди. Я с тобой еще и спорила, и говорила, ну неужели там... Да, что уже до этого надо помочь. То есть ты уже считаешь, что это уже сложно, да? Да нет, но я говорил, что... Что типа разве это сложно, там, типа не убей, не пропадись? Да все это легко, мол. Ну что, а разве жить жизнь? Еще раз говорю, для разных людей, во-первых, это по-разному может быть. Понимаешь, там, это могут быть люди страстные. Если я сказал, что может быть мне это просто, это не значит, что другим... Может и фарисей тоже бесстрастный, ему легко. Я могу сказать, что по опыту и мне бывает непросто, так что это... Я не знаю, в каком контексте я там говорил, и вот она припомнила. В тексте собственные крутости, наверное. В общем, я еще... Давайте тогда опять же к сравнению. В чем состоит теперь, с другой стороны, медитация? Медитация состоит, в свою роду, для некоторой оздоровительного... Только, ну как бы, духовная практика. Она может состоять не как дыхательной медитацией, она может состоять в медитации двигательной, да, там, когда люди там... Ну ты мне скажи, чем занят ум, чем занят медитацией? Может, цель медитации может состоять в том, чтобы искоренить внутренние движения. Ты говоришь, цель, а вот что ум делает в это время? То есть это какая-то остановка движения ума вообще, то есть попытка, или концентрация на определенном предмете? Почему концентрация на определенном, например, на мантре состоит в том, чтобы... На каком-то мантре, да, который двигается. У нас состоит то, чтобы ум, как бы, не просто вот... Чтобы управлять умом, да, чтобы ум не сам по себе гулял, как хочет, да, чтобы он конкретно сосредоточился на том, на чем ты хочешь, чтобы он сосредоточился. То есть это как бы... На самом деле цель, конечно, обладить своим умом, да, чтобы управлять своим умом, потому что наш ум, как бы, согласно вот этим... Мы, прежде всего, как раз обращаемся к буддизму, да, там... нашел как сам по себе возникает такие определенного рода образы там двигается какие-то случайно своим образом да и мы не управляем согласно как представлением вас восточным представлением если мы будем своим не владеем значит мы с собой не владеем мы не можем как бы за себя отвечать на шум-то в одну сторону пошел в другую сторону пошел там понимаешь и отсюда возникает все соуса всякого рода нас с нами неожиданности до всякого это неожиданные поступки там и прочее а если мы своему управляем значит мы из-за себя отвечать можем да и когда мы понимаем тогда там на самом деле суть вопроса в том чтобы научиться быть и настоящим не грезить какими-то концепциями не не там не убегать куда-то вперед да допустим грези о том что будет в будущем да вот как некоторые люди живут они на самом деле как бы откладывать настоящую жизнь на потом ну допустим зарабатывание денег сейчас например того как жизнь откладывается на потом ты зарабатываешь деньги для того чтобы потом жить хорошо и всегда вот более то там как бы такая и всегда удается скажем тогда сбалансировать процесс зарабатывания денег на и собственную жизнь часто идет зарабатывать деньги это ущерб личной жизни на это втягиваешься в это так что больше 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 денег и люди становятся там все ради денег как будто бы цель состоит в деньгах а не в жизни но вот в такой отсрочке что может выжить не в такой отсрочке а жить сейчас для этого надо учиться управлять своего умом научиться научиться как выжить не каких-то концепциях жить настоящей хотя на самом деле если вдуматься тоже определенного рода концепция да исключить все концепциях это тоже своего рода концепции это не очень понятно как они там достигают это ну обычно это говорится так что надо просто помедитировать и там будет все понятно своего рода практика который объяснить наверно сложно надо самому попробовать это немного нечестный период потому что наркотики так тоже можно сказать потому что что-то наркотики попробуй наркотики да 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 и поймешь почему это нужно и здорово да поймешь конечно но в любом случае давайте как бы смысл агитации все-таки состоит в неком достижении внутреннего результата до внутреннего состояния некоторого как бы можно было бы сказать владения самим собой да может быть так можно вернуться но в любом случае как бы цель все-таки являешься ты сам и эта цель и замыкает тебя то есть цель идет и состоит то чтобы выйти навстречу другому да вообще другому а другому человеку или другому смысле того чтобы богу да тут вот этот модус другого просто это разным разным моду смысле того что может стать другим да а в цель медитации стоит чтобы достичь чего-то самому нашу в своей внутренней сфере просто как буду порядочить это нечто что там присутствует в отличие медитации от молитвы именно мне кажется вот хотя на самом деле иногда вот одна из ошибок молитвы состоит то чтобы скатиться к медитации то есть когда цель достижение никого внутреннего состояния благодати какой-то внутренней какого-то внутреннего ну да можно назвать прелесть как бы это не называть на самом деле можно так сказать просто есть такой момент что в молитве ну скажем так вот ты когда говорил ты делал различие если его оставить между молитвы и общение молитвы как общественное некое дело да который делаешь не только ради себя вот если говорить об этом да то есть те молитвы которые конкретно конкретно написано где-то там ты их ты их читаешь из молитв произносишь определенные слова вот не только ради себя просто дело то в том что он там бегает до сюда вот если ты хочешь молиться от сердца ну не просто общаться сам как бы лично беседу с богом вместе а молиться вот такими совершать молитву как общественное действие определенные слова произносить то если при этом у тебя будет ум черти где бегать и думать о чем чё на ужин приготовить это как-то нехорошо согласен вот и некая практика для того чтобы что-то со своим умом делать для того чтобы он возвращался к словам молитвы нужно всегда есть куда убежать знакомые христиане были они считали что даже умом можно совершать грех то есть неправильные мысли это тоже греха не считаю на самом деле это не грех ну потому что мы не мы не властно этих мыслей но 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 в принципе как бы ведь мы же можем взять ответственность за свои тела одну кому кроме как нам взять ответственность за него там и что если она ведет себя как-то неподобающе да представьте ты находишься в храме а в тебе какие-нибудь там скалитные мысли поставим тебе там ну как-то нехорошо поэтому овладеть своим умом это важно собственно как бы а суть медитация поэтому неплоха как ты думаешь что это только прелесть вообще говоря научиться нет нет была задача я не говорю что медитация это прелесть прелесть это вполне определенный феномен который имеет отношение именно к христианской молитве и так далее когда я говорю о прелести я имею ввиду конкретную вот христианскую молитву которая доходит такого состояния вот медитация это не прелесть это медитация это другое якобы мухи отдельно котлеты отдельно вот просто говорить о том что некая деятельность по собиранию ума которая присутствует медитации что она именно одна отличая отличается медитацию от молитвы я бы не стала потому что в молитве тоже есть некая у молитвы должна быть тоже некая такая не могу слова подобрать в общем тоже должно присутствовать это вот стремление сохранить ум вот в словах молитвы вот но опять же и и сама и само это стремление держать ум в молитве она не ведет прелести именно это стремление прелестью ведут несколько другие вещи там в основном которые от гордости происходит вот и понятно что если человек будет как ты рассказывал этот пример да что вот если с определенной скоростью нужно чтобы успеть это там какие-то тысячи и так далее понимаешь что тоже нужно различать да вот если с целью ставится конкретно вот столько-то тысяч там с такой-то скоростью произнести и в результате этого определенные психические состояния достигаются конечно это прелесть однозначно вот но просто есть и опять же говорю есть практика иисусовой молитвы где присутствуют вот если эти вот название там тысячи определенные там тысячи и так далее вот которые иисусовых молитв которые монах произносит по четкам и так далее вот но просто есть монахи которые приносят эти тысячи подсчетками не впадают в прелесть понимаешь а есть которые впадают но и практика у них совершенно разная и как бы вот сейчас прям так сказать что что нужно для того чтобы там не впадать в прелесть и почему именно эти впали в прелесть я не знаю я хочу сказать что не так все однозначно я просто хотел сказать что в я хочу сказать что почему молитву я считаю что это общественное деяние потому что общественное деяние имеет два две цели первая цель она имеет выступить как чем какой-то общностью да перед чем-то там перед богом а второй целью вообще это общественной молитве состоит в том чтобы научиться удерживать свою то что ты то что собственно является целью медитации на самом деле общественная молитва это своего рода углу на научение людей управлять своему то есть каком-то отношении все таки вот общественная молитва то что можно вообще назвать молитвы она все-таки смыкается и ты правильно об этом дачи медитации только в медитации сугубо цель все-таки вот оздоровительные только одна цель цель того чтобы овладеть умом и только а в иисусу допустим али то есть молитве которые обращены все-таки к богу там эта цель она является как бы побочиной на это некая сопроводительная цель она не является сама целью то есть целью является бог параллельно решается также проблемы технические проблемы решается да то есть там замыкается это субъективности а здесь все-таки не замыкается а помимо целей связан с медитацией помимо научения ума удерживаться да в молитве оставаться в некотором сознании как бы освобождать свой ум от всякого рода концепции и всякого рода этих поползновений в разные стороны решается задача достигнуть бога да то есть вот так вот а общение еще раз это уже как бы третье это уже нечто как но это мое чистое понимание да я все-таки считаю что это общественная молитва она не ради общения сделана общение это нечто 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 другое они радостные это пометование бога да пометование пометование бога это значит жить по богу вот есть интересная мусульманская такая притча учитель задал ученикам чтобы они убили так птицу чтобы бог этого не заметил ну там аж задание такой может быть я немножко там близко это не очень точно рассказываю и на следующий день я спрашивает кто как убивал один пошел там куда-то там чулан там темного забился и там заколол другой там под одеялом это сделал а третий принес птицы ну как бы отрезка а я не смог а почему это бог ты везде где-то я пошел чулан вроде там бог пошел под одеяло и там бог бог то везде нету места куда может был спрятаться от бога и там убить и как бы мораль здесь такова на самом деле что сам самое важное как раз именно это понимать что мы на самом деле пред богом всегда как бы открыты вот мы на прям совершаем что-то а на самом деле всегда как было прозрачно предбог мы не можем спрятаться на недобуду потом сказать что вот как мы все перед другим человеком какие-нибудь может быть тайные делишки обделывает человек не видит а не раз раз чик чик что-то сделать да человек так и не увидел и не узнал что мы допустим против него совершили какую-то полностью может конечно не узнать но с богом так не получится не получится совершить подлость когда бог как в обедом никогда не узнает то что бог всегда об этом знать как бы получается что вот что значит пометовать да у года означает что что, допустим, тянет наша телесная природа, что-то совершит, а ты раз о Боге вспомнил, подумал, ну вот, ну если там не хватает просто пометований, просто если даже вообразить, что вот рядом Бог сидит и смотрит на тебя, и ты что же будешь этим заниматься, что ли? То есть в этом суть. Пометованиями, ну вот я именно так понимаю. А общение, ну общение, поскольку Бог, опять же, трудно человеку что-то сказать Богу, да, вот в этом, поскольку Бог всемогущ, да, Бог как бы все ведущий, Он все знает заранее, что ты ему можешь сказать, что бы ты ни сказал, заранее будешь, ну это известно. Может быть так вот. Поэтому суть состоит в том, чтобы находиться в Боге, просто находиться, что ты как бы, тут есть понятие близости, вот как ты говоришь, человеку близость, да, ты говоришь, там, гладишь человека, там, нет, чем много надо слов, что ли произнести, достаточно там взглянуть, что-то сделать, жест какой-нибудь произнести. И так все понятно. Смысл слова голосовать. Голосовать это отдавать свой голос. Может быть мы как бы, когда молимся, как бы отдаем свой голос за Бога. Не за одного Бога, а не за другого. Да, да. Поддерживают рейтинг. А у них там рейтинг, да. А если он слишком низко упадет, то его могут убрать. Какой-нибудь здесь уже там списано. Да, поэтому надо голосовать. Надо это не просто там как бы медитация там или еще что-то, а ты делаешь дело. Это, знаешь, из разряда там... Ответственность. В Южном парке какой-то в Ульфиле там... Да, да, что-то рейтинг, да. Нет, а может быть, говорит, суть Бога состоит в том, что если мы будем умолиться... Если Иисуса товарища там, знаешь, может быть, говорит Иисуса товарища. Он как бы и будет, да, как бы Бог существует только постольку, поскольку мы ему молимся. Нет, ну это же демократия. А как ты хотел бы, чтобы в демократической стране был Бог, который сам по себе существует? Ну нарушает же демократию. Он уже должен быть выборный. Да, смешно. Ну. Да, нет, суть просто состоит в том, что можно Бога понимать как какого-то своего рода эгрегор. Безличный. Ну это не демократично. Бессознательный эгрегор. И чем больше как бы нас с кучей-кучей сбивается, тем этот эгрегор мощный. Допустим, есть эгрегор православия, а есть эгрегор католичества, да, там как бы... Католичество и эгрегор сильнее, потому что там народу больше. А у нас как бы меньше народу просто. Как интересно они вот это... Относятся... Как у них совмещается демократия и Бог? А мусульмасты там, я не помню, больше чем в Католике. Мусульмасты, по-моему, меньше чем в Католике. Интересный вопрос. Да, кстати. То есть в Борисе некие вроде эгрегоры. Подожди. Но они бессознательные, это же не обещается. Как у американцев, они же там... Многие там религиозные, они же постоянно там Бог-Бог. На самом деле все президенты должны верить в Бога, чтобы их избавиться. И вот как у них совмещается демократия и Бог? А? У них религия не демократична. Ну вот как? Не так. Да это как бы так можно любую брать и вещи не срадовать. Я не знаю, может, не имеет ли это смысла? Просто суть вопроса... Мы обсудили конкретную вещь. Мы конкретную вещь обсудили, что там разница между... Как я... Это чисто мое мнение, конечно, может у нас не согласиться, что я все-таки различаю медитацию, это достижение определенными родами психическими способами, определенного рода состояния, там и прочее, да? Определенного рода психопрактика, можно так сказать. Определенного рода там... Да, психопрактика. Йога там, да? Или как бы ее не называют, там медитация ее называют и прочее. Дыхательная, как бы его издыхательная же медитация, там и прочее. Это одна вещь, да? Это чисто достигнут определенного рода результата личного. Потом есть все-таки молитва, это общественное дело. Мы все будем за одинаковую молитву. Именно потому она и одинаковая. что мы как бы хотим в неком едином голосе собраться, объединиться вот в этом голосе. Это второй смысл. Третий смысл, когда мы уже общаемся с другом. И общением здесь нет никаких определений, действительно. Каждый общается, как он хочет, как он понимает это дело. Но когда я еще говорю о молитве, надо сделать эту поправку, что все-таки я считаю, что молитва это все-таки... Там много видов, мы их перечислили. Но мне кажется, покаянная молитва это не такая молитва, которая самая главная, и все прежде всего ее должны начинать. Это просто определенного рода молитва в определенных ситуациях. Мы как сыновья, если не чувствуем, что нам надо каяться, зачем нам каяться? Потому что если сын унижается в покаянии, то сам он унижает и отца. Потому что всякое покаяние это все-таки унижение. Ну как, ну я каюсь, я себя унижаю перед кем-то. Как говорит Евангелие, кто унижает себя, возвысится. А тот, кто возвышает себя, будет унижен. Так вот, это все правильно, но тем не менее, если я унижаю себя, я, конечно, возвышаюсь, но я унижаю как бы отца. Потому что в сыне светится отец. И как бы унижая себя, он унижает отца. Поэтому злоупотреблять вот этим нельзя. Это все-таки специфика. По-моему, это недостаточно. А другая, опять же, с другой стороны, благодарственная молитва. Когда мы благодарим Бога, мы и себя благодарим. То есть в этом как бы, тут всегда во всех взаимоотношениях, поскольку отношения как сын и отец, всегда возникает двойственность. Мы никогда не получается так, как господин и раб. Господин и раб от друг друга отрезаны. Если что-то раб делает для господина, господин от этого никак не страдает. Это ничто. Потому что они отрезаны. Господин далеко находится от раба. Раб не понимает, что такое господин. Для него это некая судьба. Он умолен в рабстве своем изначально, что он раб. А ведь сыновья перед отцом, они не умолены. Сыновья наследуют землю. Сыновья наследуют отцовское достояние. То есть мы, на самом деле, в этом отношении равны. И все, что происходит с нами, на самом деле, происходит точно так же и с Богом. И если мы себя умоляем, мы умоляем отца. И поэтому тут большая ответственность, как мы себя ведем. Если нам постоянно нужно каяться. Если мы, допустим, застряли в состоянии мытаря, то это очень плохо. Мы постоянно унижаем отца во всех своих поступках, во всех своих правилах. Айдус, ты что-то сказал, что все хорошо. Свои позиции. Я не сказал, что все хорошо. Просто, честно говоря, если мы действительно каемся, то мы должны исправляться. Только то покаяние имеет смысл, которое человек исправляет. А не то покаяние. Это нагадил, а потом покаяться. Потом опять пошел, пошел, можно дальше уже, Гришник. Так как это бессмысленно. Есть такая мальтва. Христос, как ты даже сказал глупиться, да? Пожалуйста, существуй. И я тебя не осуждаю. Помни того. Меня просят его существовать. Нет? Тоже. Мне кажется, должно быть так. Не серьезно. Нет, это серьезно. Должна молитва такая, пожалуйста, существуй. Ну вот как раз, может быть, имело смысл, конечно, про конкретность Бога и человека сказать. Как раз этот вопрос касается и того, что, пожалуйста, существует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.